МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...объединений. Только тогда это показывает практика наиболее гладкая, беспроблемная и с серьезным снижением различных рисков. Открывает круглый стол заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края Рашид Рафиков. Многонациональность – это не наша слабость, это наша сила, наоборот. Ведь сколько интересного можно узнать друг у друга о различных культурах, традициях, в вероисповеданиях в том числе. В Красноярском крае живет 159 национальностей. Руководитель Совета медиагруппы «Столица-24» доцент СФУ Ирина Долгушина считает, что только все вместе и объединившись, мы и есть многонациональная великая страна. Очень важно, чтобы наша национальная собомытность каждого из живущих в России, она только укрепляла этот удивительный, этот такой смачный, на мой взгляд, борщ, который все вместе каждый день, каждый год мы творим. Уже три года на базе ТВСФУ работает федеральный проект «Школа международной журналистики». Он организован гильдией международной журналистики. Во втором семестре, три месяца, мы учим ребят, как правильно освещать темы, очень сложные темы взаимоотношения разных наций. И мы предложили по итогам круглого стола сделать этот проект не только федеральным, но и региональным, чтобы мы не только три месяца, а два семестра, и осенью, и весной, могли учить будущих журналистов этой сложной теме, как освещать межнациональные отношения. А выпускница этой школы объясняет, почему для нее так важна эта тема. Мне очень интересно, что могут предложить, и вообще, как может СМИ взаимодействовать с разными национальностями, как это можно преподнести, как можно раскрыть национальности в Красноярском крае. А в конце круглого стола заходит разговор о коренных жителях Сибири. Часто их называют челдоны. Один из участников, челдон Юрий Москвич, в дискуссии о происхождении этого слова предлагает свою версию. Это те, у кого нет проблем. Дарья Иванова, Яна Скубко, ТВ, СФУ.